Россия это очень централизованная страна. Если вы живете в Москве или в Питере, то у вас полным-полно всяких разных научно-популярных мероприятий. Если вы живете в каком-нибудь городе с населением меньше миллиона, то научно-популярных мероприятий у вас мало. Но существует ряд проектов, которые пытаются эту ситуацию исправить, и среди них уже много лет большую роль играет проект под названием «Курилка Гутенберка». Они устраивают лекции в десятках городов России, причем они, как правило, находят местных авторов, местных популяризаторов науки и помогают им и аудитории найти друг друга. «Курилка» занимается этим уже давно, и долгое время она занималась этим исключительно на волонтерских началах. Но вот сейчас она поняла, что для того, чтобы развиваться дальше и делать большие важные вещи, неплохо бы устроить краудфандинговую кампанию. И вот она сейчас объявила на планете сбор денег, которые нужны на несколько полезных вещей. Если она соберет немножко денег, то она просто купит звуко- и видеозаписывающее оборудование во всей своей лектории по всей стране, для того, чтобы лектор, прочитавший великолепную лекцию в городе Кирове, мог быть посмотрен людьми в городе Суркуте, в городе Самаре, в городе Ростове-на-Дону и во всех остальных. Если она соберет больше денег, она будет устраивать массивные, масштабные научно-популярные фестивали. Если она соберет совсем много денег, она вообще замутит фонд, который будет поддерживать всякие разные другие дополнительные научно-популярные проекты, которые до этого не получали совсем никакого финансирования вообще, были только волонтерскими, так же, как, собственно, и сама Курилка Гутенберга. То есть, если вы вдруг думаете, что вы привилегированное сословие, что вам в жизни повезло, вы живете в хорошем большом городе, у вас хорошее образование, у вас богатая информационная среда, и от этого у вас еще и много денег, и в том числе есть какие-то свободные деньги, и вы хотите, чтобы другие люди стали тоже жить лучше, чтобы у них тоже была возможность ознакомиться с современными научными исследованиями, то вот один из эффективных способов помочь окружающим – это дать денег Курилке Гутенбергам. Она довольно вменяемая и, скорее всего, распорядиться ими с пользой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...